Ребят, не всем привет! Ну, раз вы включили это видео, значит, вам достаточно интересно стало послушать, что же я скажу вам сегодня и о чем хочу поболтать. Сегодня достаточно спонтанное видео, я к нему не готовилась, я его не обдумывала, просто имела такой зов души записать это видео, ну, кто я такая, чтобы отказывать своей душе. Данное видео я постараюсь сделать очень коротеньким, сжатым, но таким, знаете, чтобы всем все стало понятно после него, я думаю, всем все станет понятно, я, по крайней мере, на это рассчитываю. А это больше будет такое, скажем так, разъяснение, ответы на ваши вопросы, на ваши мысли, на ваши идеи и на все-все-все, что связано с моим каналом и с моей личностью. Давайте начну с того, что, возможно, не каждый меня знает, меня зовут Ирена, мне 28 лет и почти 5 лет мы живем в Польше. Приехала из Казахстана, здесь закончила магистратуру, приехала сюда год после защиты диплома. Ну так, о чем же бы я хотела с вами сегодня поговорить? Поговорим с вами сегодня так по душам. Я, наверное, никогда бы не могла представить, что я когда-то стану настолько популярной в узких кругах, очень узких кругах, прям узеньких кругах. Вот. Но, скажу так, мне это льстит. Я не могу солгать здесь. Действительно льстит такое внимание и потраченное время со стороны других людей, что люди обратили внимание на мою личность, на мою внешность. Из чего я вообще-то взяла? Потому что некие люди знатно проехались по всему вышеперечисленному. Ну так вот, о чем бы я хотела сегодня поговорить? Я являюсь репатрианткой, как и моя семья. Канал смотрят тоже репатрианты, также смотрят люди из других стран. К вам вопросов нет. Я очень люблю своих подписчиков, своих адекватных подписчиков, своих добрых подписчиков, наверное, скажем так. Действительно развитых, психически развитых и психически зрелых. Я вас обожаю. От меня отдельное сердце. Я оценю каждого из вас. Это не скрыть. Я это всегда вам говорю. Но есть и другая сторона. Есть такие, знаете, просто всегда есть во всем черное и белое. Так вот, поговорим сейчас о чернее черного. Мои дорогие хейтеры, скажем так. Таких у меня за глаза. Так, в принципе, у каждого. Но есть хейтеры такие, знаете, которые комментарии любят подписать. А есть такие, которые за спиной любят попиздеть. Поговорим сегодня о вторых. Комментаторы-то ладно. Знаю много людей, которые пишут, ой, понимаете, день тяжелый был, надо было на вас говно все вылить. А мы сейчас тех, которые любят языком почесать. Так вот, для начала хочу вам сказать, как это вообще все выглядит ситуация. Раньше я, как активный гражданин, как активная личность, достаточно оптимистически настроена, но все-таки с нахождением в реалиях нынешних, я была достаточно активным участником многих групп репатриантов. Их очень много, там в WhatsApp их вроде шесть, а в Телеграме, насколько я помню, было две. Не знаю, как в данное время. Вот, я была там очень активным участником, пока не начала замечать, что люди там находятся специфически. Это, так знаете, культурно, скажем так, специфически. Которые воспринимают только одну точку зрения. Точку зрения, которая говорит, что в Польше жизни нет. В Польше все ужасно, в Польше все плохо. И что есть один наш предводитель, которого надо слушать, он все знает. Ну, я, будучи очень активным человеком, все начала, естественно, высказывать свое мнение по поводу того, а вот я знаю другую точку зрения. За мою точку зрения меня выкинули с группы. Потом передо мной извинились и добавили меня в другую группу. Потом я посидела, поняла, что мне уже неинтересно, как бы я многое прошла, много темы, например, политические обсуждать не собираюсь. Сами знаете, мой канал «Свободен от политики». Я там сидела, да правда, времени. Также я сидела в группах в Телеграме, но поняла, что там контингент еще похлеще, чем в WhatsApp. В WhatsApp хотя бы люди более-менее еще сидят такие, знаете, на уровне здравого смысла. Потом я понимаю, что в Телеграме сидят вот вообще вот просто, как говорится, худшие из худших. Вот прям вот, которые любят засрать все и вся, и я такая понимаю, что типа, ну, не мой контингент, не мое общество. И я вышла из групп. Так вот, хочу сказать для всех, кто страдает какой-то паранойей. Нет, я действительно не сижу ни в одной из групп, не заходила в них уже очень давно. Там, оказывается, даже говорили, что я от обиды оттуда ушла. Нет, я ушла оттуда, потому что там дно. Как говорится, я думала, что это дно, но снизу постучали. В чем я оказалась, что постучали, это я вам скажу чуть попозже. Так вот, хочу сказать всем участникам всех групп, многоуважаемым нашим репатриантам, отдельным личностям, что даже если я не нахожусь в группах, я прекрасно знаю, о чем вы там обсуждаете. А все потому, что везде есть свой лазутчик. Мне скидывают все ваши переписки, все скрины, все, что вы там обсуждаете про меня. Это все я получаю свеженькое, как горячие пирожки. Поэтому, если вы меня там обсираете, я все это получаю. Попиздеть за спиной не получилось. Теперь перейдем к другой теме, раз уж я все знаю. С теми людьми, кто мне это скидывает. Я уже побеседовала, посмотрела на их мнение, высказала свое. Адекватный человек на это зареагировать может только нецензурной бранью. В принципе, что и было в этих сообщениях, вместо запятой от человека, который мне это все скидывал. Так что, давайте обсудим это подробнее. У меня сегодня такое настроение с вами поболтать. Кстати, не переживайте, это не только с Телеграмом мне скидывают, с Фатсапом мне также скинут абсолютно все сообщения. Я вижу все, кто что пишет. Что пишет про меня наша бывшая переводчица, которую не дай бог вам к ней попасть на переводы. Не допустите такой ошибки, серьезно. Вот за это она меня, в принципе, и ненавидит, что я ей клиентов отбиваю. Но она столько нам совершила ошибок, над нами полгорода ржала, полсех ужендов. Когда мы принесли документы, и когда они увидели перевод, такие, гугл-переводчик помогал. А мы такие, переводчик нормальный, в Польше учился. Так что, если что, то здравствуйте, я знаю, вы тоже меня смотрите. Как вы там говорили, из грязи в князи? Такой грязь не вылезла. Но так у меня я хотя бы просто из грязи в князи, а вам в князи-то и не светит. Поэтому вам отдельный привет. Привет. Следующее, что я бы хотела вам сказать. Тем людям, знаете, мне что-то всегда веселит. Для начала. Когда говорят, что я высокомерная стала, чванливая, и что меня Польша испортила. Ребята, то, что вы думали, что я раньше была нормальной девчонкой, это только ваша фантазия. Ваша незрелая, неокрепшая фантазия. Вы во мне видели ту, которую вы хотели видеть. Я всегда была высокомерной и чванливой. Что там, родом из Дерибаса? Ну, из Дерибаса, не Саула. Не знаю, с каких пор город 160 тысяч населения для Казахстана это Дерибас. Ну да ладно. Вам же в вашем селе из двух домов на трех улиц лучше видно. Ну правильно, там открытая степь. В принципе, вам ничего не мешает вашему взгляду. Ну что ж. Я хотя бы, в отличие от других репатриантов, говорю, что я с маленького города. А вот многие стыдятся признаться, что они из села. Правда, мне они, конечно, при встрече рассказывают, у нас столько было коров и свиней, а кур, кур. А потом говорят, я? Да я городской. Я хотя бы не лицемерная. Если я считаю, например, кого-то дном, я ему прямым говорю, ты днище. Ну а вы сначала улыбаетесь, говорите спасибо, а потом стираете за спиной. Нехорошо. Что я была хорошей и испортилась, это уж вы обратитесь к своей фантазии. Вроде взрослые люди, у вас уже у многих дети, а вы до сих пор еще не повзрослели. То, что я высокомерная, да, потому что я знаю, чего я достойна, я знаю свою ценность, я знаю, чего я достигла. И именно это вы не готовы принять. Именно поэтому я вас бешу. А знаете, из-за чего бешу? Из-за того, что езжу по своей засранной Греции. Да, путешествую. Да-да-да-да, эти же комментаторы мне писали. Не смей никуда ездить, в своей стране сиди. Ага. Угу, точно. Я ж у вас забыла разрешение взять. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые меня поддерживают, и вам огромное спасибо. А есть люди, у которых жаба уже так задушилась, что они даже уже квакать не могут. Поэтому что-то сидят там в группах, пердят, пердят, пыхтят. Вот. И сами же причем это нюхают. Я-то там не сижу. Насчет того, что насколько люди не готовы принять мой уровень польского языка, насколько люди давятся своей желчью, что оказывается... Мне это тоже скинули. Вы не знали? А я в Польше, оказывается, училась. И приехала в Польшу на втором или третьем курсе. Угу. Мне даже люди это спросили. А знаете, мне еще прилетел на моем втором канале вопрос. Ирена, а вы правда учились в Польше вначале? Я такая, к чему этот вопрос был? А потом поняла, откуда ноги растут. Когда мне ближе к вечеру скинули. А вы правда учились в универе, в личное сообщение в Польше именно до переезда? Я такая, я до переезда в Польше не была. Ну как же? Вы же благодаря этому язык знаете. А еще я язык выучила, благодаря тому, что в магистратуру поступила. Хотя я всегда думала, что наоборот в магистратуру поступают, благодаря тому, что язык знают. А не-не. Хотите говорить без акцента? Совет от всех тех, сзади пиздящих. Идите в докторантуру, даже без акцента заговорите. Угу. Я вам говорю, они врать не будут. Потому что я девочка, оказывается, не испорченная, а так рожденная, что у меня просто качественная генетика и хорошая самооценка. Вот. То, что я, в принципе, никогда не была двуличной, не показывала вам, что я очень милая, застенчивая девочка. А потом резко стала неадекватной, высокомерной и вообще чуть ли не чокнутой. Нет, ребят, я такой всегда была. Каждый видит то, что хочет. Знаете, что я одно понимаю? Вам это нужно как бы проработать в себе. Ваша незрелость, психологические проблемы, это очень вам будет мешать в жизни. Тем более вы взрослые люди. Просто вы мне советы там даете обычно. За спиной, правда, но даете. В комментариях отпишите, чтобы я никуда не ездила. Советы даете, что я лучше в своей стране оставалась. Так вот, вам стоит проработать ваши все претензии. И вы понимаете, что нас обычно в чужих людях бесит то, чего нам самим не хватает. Вот, например, меня бесят люди, которые беззаботные, которые могут просто лежать, просто сидеть в интернете, которые могут вообще ни о чем не думать. И меня такие бесят. А знаете почему? Потому что я так не умею. Я всегда включенная. Я всегда в движении. Я всегда активная. Я всегда киплю в делах. У меня нет даже свободного времени иногда вздохнуть. Я всегда в каких-то планах, в идеях, в движении, в знакомствах. И да, мне вот не хватает вот такой вот безалаберности, вот такого распедяйства, чтобы вот просто плюнуть на все, тупо лечь и лежать. Я бы тоже так хотела. Язык, как говорит золотая фраза всех наших репатриантов, мне польшеский в Польше не пригодится. Вот я тоже так хочу. Поэтому меня вот такие люди и бесят. Вот так же и вас бешу я. Я язык выучила, а вас бесит, что вы не можете. Вам я, видимо, мешаю учить язык. Я магистратуру закончила, а вас аж клокочет, потому что вы тоже хотели бы. Я путешествую. Вас бесит это, потому что вы сами дальше, не знаю, Борового или Балхаша не уезжали. Поэтому вас вот здесь вот так, знаете, клокочет, типа как оно посмело. Я же не была. Все докопались до моей прически. Как-то мне вчера тоже скинули, поржали знатно. Нет, позавчера. Что насчет моей прически, что мой характер испортился после того, когда я прическу поменяла. Ребят, я прическу поменяла в 2015 году. 9 лет назад. Я 9 лет хожу с такой прической. В Польше я живу даже не 5 лет. Думаю, вы сможете посчитать дебет с кредитом? Обычные 9, минус 4,5. Сколько я до Казахстана ходила? У меня и татуировки есть, у меня и пирсинг есть. И это только подчеркивает мою, мою индивидуальность, мою личность, мою яркость. Вот, а вам так же бы хотелось? Вы бы выбрали виски. А вот, а что люди-то скажут? Вы бы вот все бросили, начали бы жить заново. А вот что ж люди подумают? Ведь есть какие-то принципы, устои, которые нагружать нельзя. Мама заругает. А есть я. И есть моя великая женщина, моя мама, которая говорит, да, ты делаешь правильно, да, надо сиять. Не всем так повезло с родителями. И я вам искренне сочувствую, что вас с детства затюкали жить в каких-то ограничениях и рамках. И сейчас, что люди, которые могут себе что-то позволить, вы их искренне, люто ненавидите. Следующее, что я уже не буду говорить про работу, как мне говорили, ты больше просто боишься сказать правду, на самом деле ты моешь полы. Стесняюсь. Я не стесняюсь никакой работы. Мне деньги нужны будут, я пойду и улицы подметать. Мне деньги будут нужны, я пойду и полы мыть. И на мусоросвалке какой-то работать, если мне деньги нужны будут. Работа никакая, неплохая. Любая работа нужна, важна. Поэтому я не тот человек, который будет, ой, я не могу сказать, что уборщица, скажу, что за компьютером сижу. Если бы я была уборщица, я бы сказала это так же гордо, что я уборщица. Благодаря мне вы еще не засрались. Ну хотя бы физически. В головах-то у вас говна полно. Поэтому она из вас их любит. Следующий немаловажный факт, который меня очень позабавил. Но я скажу так. Я к этому привыкшая. Это было, когда я приехала в Польшу. Это продолжается. Приехала в Польшу, когда я мне... И когда я пыталась познакомиться с репатриантами, начать общаться, и когда они узнавали, что я учу язык, мне сказали, что я... А сейчас мне сказали, что я... Что ноги перед всеми раздвигаю, лишь бы замуж взяли. Люди, алло. Замуж — это не самое основное в мире. Замуж — это второстепенное. Замуж выходит по любви и по желанию. Выкиньте вы свое понимание с головы, что вы старородящие, что вы никому не нужны, и что вас после 20-25 замуж не возьмут. Возьмут. С руками и ногами возьмут. Уж поверьте мне. Скинули скрин, что больше всего возмутило одну женщину. Мне там сказали, что пока я опыта не наберусь с мужчинами, меня замуж не возьмут. Это прям вот у меня жирным подчеркнули эту смс-ку, когда скинули. Не всех из-за опыта замуж берут. Не всех. Не обязательно быть давалкой, чтобы тебя замуж взяли. Не обязательно быть очень общительной, как это потом подчеркнули. Мне все это скидывают. Каждый ваш сдох и каждый ваш пердеж. Я все это читаю. Мне все это скидывают люди. Миритесь с этим. И я знаю, что в Инстаграме меня также смотрят те, кто потом меня обсирает в группах. Это я тоже прекрасно понимаю. Так что вам пора подуматься. Мы не старые Руси, что без табуна мужиков и ребенка тебя замуж никто не возьмет. Кстати, если да, вы не знали эту часть истории Руси древней. Стоит вам почитать. Раньше, да, были такие, что если ты с мужиками не спала и ребенка не имеешь, тебя замуж не возьмут, потому что ты какая-то больная. Ребенка даже выносить не сможешь. Поэтому рожали от первого встречного поперечного. Уже не древняя Русь. Люди, отходим, отходим от исторических моментов. Сейчас современное общество. Мне всего 28. Всего. Я только универы закончила. Это было бы странно, если бы я сейчас побежала замуж. Это было бы странно, если бы я сейчас в лоб по Европе начала рожать. Вы серьезно? Или как многие рожают, потому что надо. Детей рожают из-за великой любви, из-за желания их иметь, а не потому что часики тикают. Если у вас тикают часики, выкиньте и купите наконец-то электронный 21 век. Они тикать не будут. Всех возмутило, что я про Казахстан сказала. Пока вы будете говорить, что вам виноваты те, кто видео записывает, так в дельмище и жить будете. Вы с него не вылезете, вы в нем не будете так по уши плавать. Как недавно выложили видео. На аллее разбили фонари. Человек, который это снимал, сказал, куда Акимат смотрит? Действительно. Акимат же лампочки выкручивал и плафоны поразбивал. Действительно. Люди это делают. И это будет такое. Что там ожидало, что за 4 года изменится? Я ожидала, что и за месяц все изменится. И за полгода изменится. И за год, и за два. А уж за 4 тем более. Тем более, как все кричат, что в Казахстане все стало ярко. Красочно. Но что-то я не вижу этого. Да, я ожидала, что что-то поменялось. Да, я ожидала, раз так в Казахстане кричат, что мы стали ближе к Европе. Ну так будьте к Европе ближе. Но пока вы, вот такие вот комментаторы, будете сидеть и бухтеть в группах, все будет на таком же месте. Потому что все начинается сначала с вас. А если у вас поменяется отношение к происходящему, поменяется и все вокруг. Просто-напросто донесите мусисорду урны. Во-вторых, эту урну нечего раскуячивать. В-третьих, лавочку ходить домой. Пусть она стоит в парке, где стояла. И плафон горит. И представьте, и будет чисто лавочка, и причем под фонарем. Красота. Всего-то ничего. Нужно просто перестать быть даком. И мир станет лучше. Ах да, я еще и матерюсь. Параказница. Я оставила вам на десерт такое самое вкусное, самое яркое. Я никогда не думала, что чужие люди мне в трусы залезут. Прикиньте, в трусы залезли. А я не готова. Даже не подмылась. Стыдоба. И оказывается, не только мне. Мне, когда я пообщалась в инстаграме с своими подписчиками, с самыми лучшими на свете. Не всеми. Опять же. По-любому, там какая-нибудь крыса сидит. Из ваших. Она мне написала, что оказывается, к ней в трусы тоже залезли. Она прям почувствовала это все. И потом как раз таки удалили из группы. Это, кстати, ваш конек, да? Женщина у меня одна, которая меня, оказывается, защищала в группе в Телеграме, сказала, что ее наутро удалили из группы. Как неугодную. Как паршивую овцу. Ну ты что, как это? Одна посмела идти против стада. Не-не-не. Нам черных овец не надо. Да? Так вот. Что там про трусы? Заглянули мне так знатно, знаете, прям аж в две руки. Там чуть ли не в десятером. Помацали, все обмацали. Потрясающе. Главное, что не ко мне одной. Одну тоже обсуждали. С кем спит, с кем не спит. Куда кого уводит. А вы любите полазить. Поэтому мы договорились с теми, у кого вы уже в трусах побывали, что мы специально будем теперь одевать только кружевное белье. А то вдруг репатрианты, а мы не готовы. И в панталонах. Чтобы вам точно было комфортно у нас там лазить. Чтобы проверять конкретно, кто с кем спит, а кто с кем не спит. У меня же никого нету. Вы же так считаете. А знаете, что самое интересное, я поняла? Репатриантов так бьет. Кто ж меня там бьет? Прям аж тему целую развернули на это. Видимо, из-за того, что вас никто не бьет, поэтому вы такие злые и недульторенные. Я понимаю, что эти группы и серии тех, когда женщину бьют, а другие женщины говорят, правильно, сама заслужила. Вот вы именно вот эти же шакалы. Блин, почему я животное искорбила? Жалко, все-таки прикольное. Ну, короче, вы поняли, кто вы. Я не знаю. Никого из животных откорблять вами неохота. Я вам даю непутственное слово. Вместо того, чтобы писать, своей жизнью займитесь. Мир такой прекрасный. В мире столько всего интересного. А языки? Языки как можно выучить? Прикиньте, посидев вечер не в группе с губном на перевешку, а в книжке можно язык подучить. Можно с десяток новых слов выучить. И по-польски потом на видео, когда снимают репатриантов, не говорить «Здравствуйте!» А сказать «Простой день добрый», который многие не могут выучить даже за 10 лет. Стыдно. Неудивительно. Неудивительно, когда мне говорят «Ой, удивительно, а почему ты единственная репатрианка, которая видео снимает?» Да после таких групп я не удивлена, почему никто своей жизнью не делит. Я не удивлена, почему на вопрос «А что все молчат, когда бежать?» Да не хотят говна получить охапку. Из-за вас же не хотят. Но вы дальше будете считать, что ваше мнение очень важно, очень нужно. И действительно все будут к нему прислушиваться. Мне очень жаль, что у вас очень скучная жизнь. Мне очень жаль, что вы одиноки, даже будучи в браке с детьми. Потому что одинокие люди, я не говорю сейчас про свободных людей, одиноки, глубоко в душе одинокие люди, настолько заполняют себя неинтересной жизнью, какой-то социальной жизнью, активным отдыхом, путешествиями, к членам книг и изучением языков, повышением своих квалификаций, а желчью, говном и завистью. Мне искренне вас жаль. Вам стоит проработать ваши психологические детские травмы, вашу недвиженность жизни и все, с чем вам приходится жить. Мне искренне жалко, что в вас живет тот самый маленький обиженный ребенок, которому родители не купили ту заветную куколку или машинку, хотя у других детей было. Теперь вы сами себе позволить не можете, а завидуете, что у других оно есть. Могу сказать, что таким людям уж очень придется тяжело в Польше. И я бескрайне рада, безгранично рада, что я вышла из групп всех. Также мне очень веселят, когда мне пишут, что я не должна была выходить из групп, потому что я должна знать, что снимать для репатриантов. Уважаемые репатрианты, я никогда в жизни не вела канал для вас. Я веду этот канал для тех, кто хочет в Польшу переехать, для тех, кто планирует, кто уже переехал. Этот канал я создавала просто потому, что мне интересно это было всегда. Я хотела это попробовать, это что-то новое, я обожаю пробовать новое. Вот, например, вместо того, чтобы людей посирать, я что-то новое всегда пробую. Вам тоже стоит. Это классная идея, вообще идеально. Также я его создала, потому что меня сами репатрианты попросили, что у тебя такой опыт, такая жизненная позиция, расскажи другим. Я рассказала. Кто-то принял это положительно. Кому-то я очень помогла, с которыми людьми я общаюсь до сих пор. Кто-то тоже воспользовался. И теперь в группах пишет, нет, она мне, конечно, помогла. Но она такая стала. Я такой была. Только когда я вам была нужна, вы считали меня милой и приятной девушкой. Я милая и приятная. А то, что у меня здоровая самооценка здорового человека, это совсем другая история. Я никогда не буду этот канал вести так, как вам надо. Нашелся даже такой человек, который мне написал, что я обязана снимать видео для репатриантов, ведь мой канал существует только благодаря им. Что я не обязана все слушать, что мне говорят. И просто сопеть в две дырочки. В реале я не знаю, но очень интересно. Поэтому этот канал, это мой. Это мой канал. Мои правила. За подписчиками я никогда не гналась и не гонюсь. Потому что если бы я за ними гналась, я бы их просто купила. Это стоит очень дешево. Но мне всегда было интересно заработать подписчиков своим трудом, привлечь людей, которых я интересую, собрать просмотры, потому что людям интересно. Этот канал был моим экспериментом. Этот эксперимент удался в какой-то мере, в какой-то мере нет. Я многому здесь научилась. И он будет жить, я буду добавлять сюда видео. Но я решила, что на этом канале все комментарии будут закрыты. Не потому что я боюсь правду о себе услышать, потому что я не хочу слушать ваш шлак. Я не хочу, чтобы вы свои проблемы перекладывали на меня. Я не хочу, чтобы перекладывались проблемы с больной головы на здоровую. Я не хочу слушать ваши психологические травмы, ваши жизненные недовольтворения, ваши проблемы. Оставьте их при себе и кипите, захлебывайтесь в этом сами. Ну или хотя бы сходите к психологу. Это не стыдно. Психологу сходить не стыдно. Сходите. Он действительно поможет. Он вас выслушает. Он вам подскажет, как на людей не кидаться. Как жизнь счастливее стать. Как вместо того, чтобы в группе проседать, с мужем время провести, с детьми. И не думать, что если у человека, человек не добавляет никаких видео или фото с возлюбленным, значит его нет. Просто я не показываю свою личную жизнь. Личную жизнь, давайте уж так, раз мне не светит замуж выйти. Скажу вам так. Последний раз, я об этом не рассказывала в интюбе никогда, последний раз свою личную жизнь на показ я ставила, когда я невестой была и к свадьбе готовилась. Колечко на пальчике носила. Я была невестой. Делали предложение на колени. Вот тогда, последний раз, я добавляла фотки. А потом колечко отдала, от предложения отказалась. И свадьбы не было. Потому что я так решила. Потому что я посчитала, что это не мое. Это не то, что я хочу. И да, может еще сплетничать, что оказывается все-таки песнику он бросил. А не она. По-любому просто самооценку себе напевает. Если вам так легче, хорошо. Если вы считаете, что на меня никто не посмотрит, опять же, из-за того, что многие понимают, что я красивее. У меня очень смысливое лицо. У меня хорошая фигура. И даже если вам что-то во мне не нравится, это значит, что скорее всего вас это раздражает, потому что вам бы хотелось. Вам бы хотелось такое поведение, вам бы хотелось эту смелость. Даже это видео вас выбесит, потому что у вас нет смелости сказать что-то кому-то, что не нравится. У вас нет этой смелости. У вас есть смелость вот это собраться две крыски и друг к другу вот это вот что-то шип-шуп-шуп-шуп-шуп-шуп-шуп и все. Вы даже не можете мне лично сказать. Вы хотите, чтобы я комментарий открыла, и вы анонимно все написали и душу свою облегчили. Не получится. Мой канал, мои правила. Этот канал не для репатриантов. Этот канал не о репатриации. И никогда им не было. И я понимаю, почему все люди не хотят делиться с вами своей жизнью. Коротко не получилось, но зато получилось честно и искренне. Надеюсь, хотя бы 10% из этого видео вам в голод идет. Ладно, 10% для вас это многовато будет, для вашего-то понимания. 5%. 5%-то, думаю, процентов до вас дойдет. Ну, блин, реально, хотя бы 3%. Надеюсь, вы сможете переварить информацию, воспринять ее. Поэтому за подписчиками не гонюсь. Все новости с групп, я их знаю. Мне приносят птичка на хвостике. То, что вы людей не за... Вы собачьи выкидываете из групп, я тоже знаю. Потому что это не группы про репатриацию. Уже давно нет. Уже лет так 5 или 6 как нет. Еще до года 18, наверное, 18, где-то начало 19 года еще было. А даже когда мы еще жили в Казахстане, эти уже группы превратились в помойку. В свалку эмоционально незрелых людей, которые по документам взрослые, а в голове все тот же сиет маленький ребенок, обнявшись коленками и плачет. Потому что другая, чужая, тетя их обидела. Займитесь своей жизнью. Мир огромен и прекрасен. Он не заключается только в группе, в телеграме и ватсапе. О моей жизни вы знаете только то, что я хочу вам показывать. Только то, что я решаю вам показать. Вот и все. Но я знаю прекрасно, что вы не послушаете ни единого моего совета. Не прислушиваетесь ни к чему. Вы сейчас, не посмотрев это видео, возьмете ссылочку и быстренько, скачками, галупом полетите в группу. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно же ее обосрать. Нужно же косточки примуть. Кстати, отдельное вам спасибо. Артрозом я не страдаю. Вы действительно очень качественно перемываете кости. Мне искренне вас жаль. Поправляйтесь. И чувствуйте себя в этом мире лучше, чем есть сейчас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok